И всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком расширении Calcure Smart Tools. Это то же самое, что калькулятор, только оно будет всегда с вами и под рукой. Давайте я вам все расскажу о данном расширении. Нажимайте вот сюда, чтобы его установить. Ждем, пока загрузится наш Яндекс.Магазин расширений. И начинаем устанавливать. Я его уже установил. Вы нажимаете сюда, устанавливаете данное расширение. Вот оно у меня. И давайте покажу, как все-таки оно работает. Нажимаем на него один раз. И как вы можете видеть, здесь калькулятор находится. Здесь история. Можно посмотреть все ваши, какие вы делали вычисления на данном расширении. Независимо, отключали вы ее или включали, они будут сохраняться. Очень удобно. То есть, даже если вы выключите данное расширение полностью и снова включите его. Вот эти все истории будут сохранены. Ну, к примеру, возьмем что-нибудь. И вот случайно, вот раз, и закрылось. Не беда. Оно все время будет сохраняться. До тех пор, пока вы не нажмете сюда и не нажмете вот здесь очистить. Ну, к примеру, сейчас что-нибудь сделаю, какое-нибудь вычисление. Чисто случайно так вот. Вот так вот. И смотрите, вот сейчас, натыкаем что-нибудь. Делим, умножаем. И смотрите, оно записывается. Также здесь есть вот такие настройки. Которые язык можно выбрать. И тема также. Вот какая вам будет удобно. Синяя. Вот такая вот. Ну, мне самая привычная, вот стандартная тема. Чисто вот для глаз привычно. Ну, сами понимаете, видите. Не особо приятно для глаз, когда какие-то математические вычисления делаешь большие. Ну, каждому, как говорится, своё подходит. Вот. Либо вот эту можно оставить. Сейчас покажу какую. Блин, извините, пожалуйста, меня. Вот. Либо вот эту. Либо вот эту. Они достаточно приятны для глаз. Но. 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 Каждому своё. Но я вот эту выбрал. Также, смотрите. Минус, чтобы стоял впереди. Вот это. Видите? Убираем. Поставили минус. Ну, думаю, кто работал с обычным калькулятором, здесь разберётся. Не буду затягивать видеоролик. Потому что это никто не любит, я знаю. Также можно возвращаться к старым вычислениям, если они у вас сохранены в истории. Сейчас ещё покажу, ну, чисто так, пару плюсиков. Если вы вот это расширение не знаете, оно, я уже на него делал видеообзор. Так, смотрите, где оно у меня находится. Вот оно, калькулятор. Отключить. И смотрим, видите, отключилось полностью. Также смотрим, включаем его. Сейчас найдём. Калькулятор, где он у нас тут спрятался. Вот он, как можете видеть. Включаем. И видите, абсолютно сохранённый. Она его не скрыла, этот значок, а полностью отключила данное расширение. А здесь всё сохранилось. Это очень полезная функция для синхронизации. Полезно. Ну, и давайте нажмём удалить все вот эту вот ерунду, которую здесь я нашёл. И теперь пару слов о данном расширении. Советую всем, кто занимается в школе, в институте, постоянные вычисления. Потому что нужен, бывает, калькулятор срочно. Нужно его вбивать в поиски. А тут раз и под рукой. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. И всем спасибо за просмотр. До свидания.